Работа на макеваре начинается с постановки ног. То есть, все зависит от того, конечно, какую технику вы собираетесь работать, но в зависимости от этого выбора нужно правильно ставить ноги по отношению к макеваре. Обычно всегда начинают работу на макеваре с прямых ударов. То есть, когда сама ударяемая поверхность находится непосредственно перед вами. Это все прямые удары. А в карате они называются чокуцки. То есть, удар вперед. Суть этих ударов вообще понятна. То есть, мы наносим удар по противнику, который находится прямо перед нами. И вот макевар, она будет тоже находиться прямо перед нами, в сагитальной плоскости. А сагитальная плоскость, которая проходит через кончик носа, через пупок и пах. То есть, делит симметрично тело человека на две равные части. Вот в этой плоскости у нас и находится противник. Так обычно мы к нему и располагаемся. Находимся ли мы в одной камая в стойке, в правосторонней или в левосторонней стойке. Это не важно. Противник находится перед нами. И мы наносим удар прямо по нему. Без каких-то перемещений, без уклонов, нырков. То есть, он прямо перед нами. И мы наносим удар прямо в него. Как это делается в воздух, знает абсолютное большинство. То есть, встали и четко в среднюю линию, в линию носа наносится удар. Сейкин ли это чокутски, да, Тат или это цки. Вот я плаку просто показываю. То есть, никто не бьет чокутски вправо, правой рукой или влево, или так, или так. То есть, подразумевается, что противник находится прямо. Но есть такая вещь, что когда начинают работать на макеваре, то начинают допускать ошибку. Очень серьезную. В чем она заключается? Не знаю, по какой причине, но работающий на макеваре человек стремится встать к ней так, чтобы ударная линия располагалась вровень с плечом. Когда прямой удар кулаком наносит вперед, а не по средней линии. То есть, вот таким вот образом. Те, кто сейчас это не вспомнит, как он работал на макеваре, могут сказать, нет, это не так. Я там, типа, прям нет. Я хочу сказать, что 99% человек, те, кто практикует работу на макеваре, бьют все равно в линию плеча. И делают это даже мастера. То есть, это можно посмотреть по видеороликам на ютубе, где какие-то мастера работают по макеваре. На самом деле, это несколько неправильно по ряду причин. Хотя бы потому, что для того, чтобы ударить каждой рукой, надо будет менять позицию по отношению к макеваре. То есть, если мы бьем правой рукой, а макевар находится вот здесь, я бью, то левый, чтобы ударить, мне надо переместиться сюда. А если я хочу сделать сдвоенную технику, то есть ударить я раз, два, а если с устроенную, как санбонский, я хочу ударить, например, технику, что же мне надо на каждый будет удар, делать какие-то перемещения в стороны, это неправильно. Противник находится перед нами. Мы не рассматриваем ситуацию маневра, но мы должны из любой стойки, и справосторонней, и из левосторонней, наносить удары кулаку спокойно, четко по нему, даже без перемещения. Это возможно при том условии, что находится четко прямо перед нами. Вот и встать к макеваре нужно таким образом, чтобы она находилась четко перед нами, даже если мы планируем работать только правой рукой или только левой. Как это выглядит? Ну вот давайте посмотрим. Вот макевара. Смотрим на ноги. Значит, надо встать таким образом, а встать сам таким образом, чтобы четко макевара была между ног. Вот так вот. Оно у меня подвернуто немножко по 45 градусов. Не по 45 градусов, а по 25. Вот. Но тем не менее, вам будет все понятно. Вот таким образом. Только встать к ней не спиной, а лицом. И теперь надо встать в стойку камая, отставив одну ногу назад, не перемещая ее при этом к середине. То есть нужно так встали, вот так встали, и отодвинули ногу назад. То есть если я ее пододвину, она как будто по лыжне подъедет на прежнее место. И из этой позиции будет осуществляться работа. Например, если я работаю гиаку правой рукой, вот из левосторонней стойки. И наоборот. Но, дабы проверить, а правильно ли я встал, я всегда еще проверяю, вот делаю руками. То есть встал, принял стойку, и собираюсь я работать левой рукой. Вот, левой рукой. Но я из этой же позиции должен работать и правой рукой. Как левой, так и правой. В абсолютном большинстве сам случаев все делают вот так. Посмотрите сюда внимательно. Сейчас есть. Изображу, в чем ошибка заключается. Вот такую позицию принимать. Не вот так. Вот это правильная позиция. А вот это неправильно. То есть это для правой руки. Это для левой руки. Это для левой руки. Это для правой. То есть это неправильно. То есть не получается, что ты ударил так, и мне надо переместиться. Сюда. Ударить лево. Нет. Это неверно. Верно, когда я, не меняя стойку, сразу же спокойно работаю. И с правой руки, и с левой. Поначалу это может показаться неудобным. Но это правильно. А неудобным всегда кажется то, что мы редко работаем. Если работать это часто и правильно, то все становится удобным. Дело в том, что в справильности заключена та сила, которая в результате дает возможность к росту. Удобство. Оно помогает прогрессировать на каком-то маленьком этапе. И потом рост остановится. Потому что то, что удобно, не всегда правильно с точки зрения биомеханики, тактики поединка и техники вообще. Вот. Так надо располагаться к макеваре. Тогда техника, нарабатываемая вами, ну, прямая техника работы макеваря, будет совершенно правильной. Так что, если у вас уже есть неправильно закрепленный динамический стереотип отработки прямых ударов на макеваре, попробуйте его все-таки изменить. Это вам пойдет только на пользу. Спасибо. Продолжение следует...